Слово Фибоначчи. Игра Цзянь Шицзы. Это древняя китайская игра, придуманная в 19 веке. Пусть каким-то там математиком, по-моему, француз. Не помню каким точно. Поехали. Как известно, кролики бывают старые и молодые. Все помнят эту историю? Кролики для простоты сегодня рождаются только парами. Причем очень удобно они рождаются. Сразу, значит, женского и мужского пола, как надо. Живут они месяц до состояния зрелости. И в результате получается такая история. Была пара молодых кроликов. За месяц она стала взрослой. Взрослая пара осталась жить на свете. Вообще кролики у нас бессмертные. И из нее получилась еще пара молодых кроликов, потомств. Это осталось жить на свете. И получились молодые кролики, а молодые стали старыми. Пока все понятно. Это превратилось в СМ. Это превратилось в С. Это превратилось в СМ. Я не рассчитал немножко места на доске. Поэтому я прошу разрешения просто переписать то, что здесь. И давайте посмотрим. Здесь получается СМ. Здесь С. Здесь СМ. Здесь что у нас получается? СМ. Здесь получается С. Нормально? Можно я даже не буду писать? У нас получилось последовательность. Где каждый раз слово удлиняется. Согласны? Наша с вами сейчас цель понять, какая это кономерность и при чем здесь Вибоначчи. Количество букв. Число. Количество букв. Хорошая идея. Количество букв. Один, один, два, три, пять. Ну здесь пять, потому что я переписал. Восемь. Вы правы. Количество букв. Почему? Потому что каждое следующее слово это предыдущее, по которому подписано. Это предыдущее. Вот, 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 вот. Каждое очередное слово это... Давайте обведу в кружочек. Дальше я здесь нарисую прямоугольник. Так, здесь опять обведу в кружочек. И давайте посмотрим, что у нас будет. Вот этот прямоугольник, это в точности вот эта вот буква С. Согласны? Господа? Да. Давайте докажем. У нас есть три порядка будущих слов. Буква один, два. Следующим можно доказать, что это будет буква один, два. База индукции у нас есть. База индукции это первые три строки. То есть вот СН получается приписыванием к букве С. База индукции это вот это место. Да. Теперь. Каждое следующее слово получается с предыдущего одной и той же операции. Подожди, но будет У2У1, да? Сейчас. У1, У2. А, да-да, У2. У2У1. Да. Каждое следующее слово получается с предыдущего и следующей операции. Все буквы С заменяются на буквосочетание СМ, а все буквы М на букву С. Это слово после таких операций превратится в следующее. У2У2 перейдет, ну вот это У3, например, комбинация. А зачем по горизонтали? Вы опять по вертикали идите уже и повертирали вертикали. Вот. Оно превратится в У4, которое будет У2У2 у нас превратится в У3, потому что вот этот переход. Да, конечно. А У1 превратится в У2. То есть У4 это как раз и есть. Да, значит У4 это и есть У2У2. Ну, спасибо. На самом деле вы все правильно сказали. Может быть это будет понятнее, если я вот здесь продолжу это рисование. То есть смотрите, если у нас картинка устроена так. Имеется какой-то там прямоугольник. Это я для тех, кто буквы писать не умеет. Может быть у нас, как бы среди вас еще есть те, кто буквы так не научились писать. Такое тоже бывает. Так вот, представьте себе, что здесь прямоугольник, это У1, овальчик, это У2, и из него получается овальчик с прямоугольником. Нормально? Так что получается? Из овала получается это. Из овала опять получится овал с прямоугольником, а из прямоугольника получится овал. И дальше мы говорим, что смотрите, вот овал с прямоугольником это предыдущее слово, А овал это предпредыдущее слово. Победа? Да. Значит, мы доказали замечательное вот это вот свойство. Каждое слово это конкатенация предыдущего и предпредыдущего. То есть приписывание. Слово приписывается. Все? Все. Теперь, какая последовательность меня сегодня будет интересовать? Пописываю вот эти вот буквы. Только не здесь, а вот там, на чистой доске. Что я теперь должен сделать? Приписать предыдущее. Правильно? СМС СМ. Рад стараться. У меня получилось вот это вот слово, которое 13-буквенное. Оно мне сейчас выписано. Чтобы получить следующее, я к 13-буквенному должен прибавить вот это 8-буквенное. Правильно? Так. Значит, получается, что? СМС СМС СМС. Так. Хорошо. СМС СМС. МС. Хорошо. А теперь выписываю следующее число. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четыре. Что? Не номера буквы? Номера буквы, да. Нет, не номера буквы. Это какая-то... Натуральные числа? Ну ладно. Ну нет, ну хорошо, 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 хорошо. Если вы не узнали натуральный ряд, то я, пожалуйста, напишу сверху. Два, пять... А клей же станет, да? Последнюю букву, да? Могу написать и дальше, да? Так вот, сейчас мы рассмотрим две последовательности. Одна последовательность, один, три, четыре, шесть, восемь, другая, два, пять, семь, десять, двенадцать, 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 семнадцать, девятнадцать, двенадцать, 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 двен И теперь надо написать вот эти вот числа. Это 2, 5, 7. Вы, наверное, уже поняли, какая закономерность в этой таблице. Третья строчка – это сумма первых двух. То есть 13 – это 8 плюс 5, 15 – это 9 плюс 6, 18 – 11 плюс 7 и так далее. Если я хочу продолжить исполнение таблицы, но при этом не хочу выписывать дальше слово «фибоначо», могу я заполнять таблицу, пользуясь только таблицей? Да, как? Уберите первые числа, которые еще не встретились. Сначала нужно записать все зеленые числа, как сумму третьих. А после этого делать каждый раз такую операцию. Брать первые числа, которые здесь еще не встретились, и записать зеленые числа. Например, уж если вы не сказали записать зеленые числа, то на это нужно записать. Так, все поняли, да? Это действительно делается без всякого разгадывания последовательности, да? Да, 34. Так, теперь принципиально важно. Что писать? А теперь с вами будем соединяться. Потому что, раз у нас м-ки не встретились, ну вот у нас. Надо писать, мы произнеси точную фразу. Наименьшее не встретившееся число. Как я поняла? Наименьшее не встретившееся число. После этого, естественно, суммирование находим следующее. Что там находим? 36. После этого... Нет, какой там не встретился? Следующий. 23 встретилось, да? Оно в девятом столбце. 24, да. И дальше складываем. Что там у нас получается? 15, 24, 39. Поняли? И так можно делать до бесконечности. Спасибо. Все правильно. Господа, ну давайте введем обозначение. Давайте вот это вот обозначаем N. Это обозначаем A, N. А это обозначаем B, N. Итак, пишу. Что такое A, N? Это номер N буквы S. Что такое B, N? Это номер N буквы M. Так вот, B, N это есть сумма числа N и числа A, N. Что мы с вами могли нормально идти дальше. Надо доказать эту форму. Есть слово. Мы каждую букву S заменяем на SM, каждую M заменяем на S. Если мы возьмем бесконечное слово и применим к нему, эта операция получится, она сама же. Потому что она так устроена. Слово Fibonacci переходит само в себя. Если бесконечное, переходит само в себя при операции. Да, мы так построили. Почему теперь выполняется эта закономерность? Возьмем N букву S. Представим, что мы в пункте имеем. Мы имеем в виду S на букву S. Не готовьте в камню. Так вот, опять же, еще раз. Пусть у нас есть N буква S. Что это реально означает? Сколько букв здесь всего? В том, что здесь написано. По определению. A, N. Всем понятно? N-ая буква S. Значит, перед ней N-1 буква S. Ну и там какое-то количество букв M. Там N букв S. То есть, в значениях, которые Андрей написал, ситуация такая. Значит, имеется A, N-ая буква, это N-ая буква S, это S-ки, и K-я буква M. Понятно? Вот, вот это стоит на A, N-ом месте. Хорошо, подальше. Теперь посмотрим, во что переходит какое-то высокое слово. Он переходит в какое-то слово. Молее длинное. Длины A, N-ом. Плюс N. Не так же. Плюс к A, N-ому. Плюс не к N, а к A, N-ому. Посмотрите, многие буквы M-ки переходят в одну букву. А каждая S-ка дает потомство. То есть, сама остается жить, и потомство дает. То есть, когда вы хотите K-бук, M, и такая ситуация K-бук. Я хотел, чтобы вы написали так. Я хотел, чтобы вы написали так. А N плюс N. И вот это надо понять. Потому что K-бук. Такая ситуация K-бук. А N превращается в 2N. Здесь, конечно, у нас прибавляется N-бук. А здесь стоит N-ая буква M. Потому что здесь было N, S, и каждая из них стала S, N. Значит, все здесь получилось N. Такая идея. Буква M получается из буквы S. А из буквы M ничего не получается. Получается только S. То есть, бывает разное количество. Из буквы M одна буква, из буквы S две буквы. Но при этом законе в любом случае у нас буква M получается непосредственно из буквы S. Так? То есть, вот у нас было A-N-ая буква, стала A-N-ая плюс N. Потому что лишние буквы добавляли только S. Ну и это и есть номер B-N-ая. Значит, B-N-ая – это вот эта штука.